МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Сегодня новая программа из цикла истории войны, битва за Дебальцево зимой 2015 года. Одним из ключевых моментов, эпизодов истории этой битвы, этого сражения зимой 2015 года являются боевые действия в районе Дебальцево и села Новогригоровка 40-го мотопехотного батальона Кривбас. У грудні 2014 року підрозділи 40-го окремого мотопехотного батальону зайняли позиції на східній околиці Дебальцевого. П'ять опорних пунктів – Зеніт, Зозо, Капьо, Кацо та Мойша – утворили єдину лінію оборони, яка захищала дебальцевське угрупування українських військ від прориву в тил зі східного напрямку. Базовий табір 40-го батальйону розташовувався в умовному тилу в південному напрямку. Коригування вогню української артилерії здійснювалося зі спостережного пункту Рамашка або Маклауд, розташованого поблизу міського залізничного депо. 8 лютого піхотинці та зенітники, що боронили опорний пункт Зеніт, знищили чотири танки так званої мотострілкової бригади бойовиків. Ще один танк вони підірвали біля опорного пункту Зозо. Обороною Зеніту командував старший лейтенант Юрій Брехаря. Захисників Зозо очолював старший лейтенант Владислав Ломака. Вже наступного дня ворог, отримавши підкріплення, знову пішов на штурм. У нас ситуація така. У нас противник просочился на окраину Новогльгоровки, і ще опорний пункт Зеніт начал оборудувати подлоги. Ломако, да, знову ще завершити цю роботу. Да, що було там, Владислав? Схема така жа, як був 31-32 блокпост. Вони в ногу вклинились і почали розміщати... Заметьте, обратити увагу, тактика противника. То є вони любой ценой хочуть, вони формирують небольші боєві групи для того, щоб обеспечити вклинення. В будь-якому власній, розшатати фланги і вийти на тали наших подразділень. Тобто задача ставиться в любой цені... І обрізати основну дорогу. Кому чому не розповідається? То є вони вначале... Ну, ми говоримо про тактику. Вони вначале пытаються просочиться в тыл любой ценой, закріпитися там, зная, скажімо, що у нас є у самих проблеми там з той же технікою, з готовністю быстро реагувати. І таким образом пытаються розшатати эту оборону, дестабілізувати для того, щоб можна було далі закріпитися і наших отжати. Так, і ось, яким образом, ми виділи, як розібралися, це була танкова рота ЛНР, батальйон, віддельний танковий батальйон «Август». То, що зараз цей бой розказував Юрій Брехарі, командир опорного пункта. В цьому бою противник признал свої больші потери, відказався від дальньшого продовження лобової атаки на «Зенит». Однак на флангах просочилась пехота. І ось, треба відмітити, що наші командири наших подразділів, опорних пунктів, вони не ставили цю пехоту, приняли мери для ліквідації. І ось, як Ладислав розкажет, як це було далі. Так, ну, я хочу просто заметити, що після цієї атаки, де-то в 10 часів, ну, ось цей бой закінчувався з танками, і після цього почався, ну, навіть, найбільшій артилерійський обстріл по продовження, який я на себе испытывав, це був 6-часовий. Вони завжди мстять, якщо добре знайшло. Беспрерівний обстріл со всіх видів артилерії, ствольне, минометне, реактивне. Ну, не получилось у них тогда нанести нам какой-либо там существенний ущерб. Умело или прятались, или, может, так, провидення було. Ну, і 25-ка там неплохо, да, вам помогла закопаться, да? Да, да, ну, скажімо так, були потом случаи прямого попадання, я дальше... 8-го у вас не було прямого попадання, да? Ні у вас, ні у вас. До 8-го числа у нас пока не було потерь. На опорному пункті. Вот. На той высоті, о которой Юрій говорив, ми бачили, що вийшли танки, під'їхали БМП, вийшли пехоту, починають допомогати закопуватися. Це все, ну, бинокль бачили. Це було именно 8-го числа? Ви точно поверені в цьому? Абсолютно. Це дуже важливо. Так. 8-го. Значит, був доклад, ну, по команде. Була попытка дати координаты, но потім доклад по команде, п'ятались выяснити через штаб сектора, чьи це танки. Вот, вечером потім вийшла лава, і в ефірі сказав, що це не наші танки. Ну, це вже... Лава, хто це? Лава, це командир батальйона по зубі нашого. Так. Так, ну, ми це вже бачили, тому що де-то вони, коли вже окупалися, сабіна, почали обстреливати, ну, в ближайшій там, границі. Секундочку. Тої ви 8-го февраля вечером ідентифіціровали в тылу всей дебальцівській группіровки прорыв танкової групи противника? Це було 8-го вечера? Так. І отримали відповідь, що це, скорее всего, наше. Так, це дуже важливе уточнення, тому що... Відповідь, що пока неизвестно, чі це техники. Возможно, наше. Тоїть, скажем так, коли вони з'явилися у мене за спиною, честно, я даже сам поверил, думаю, ну, в принципі, да, вони увидели, наші увидели, що йде лобова атака, вызвали резерви із Мироновського-Луганського, резерви где-то здесь закрепились, на случай, якщо буде прорыв, щоб отреагувати, тому... Дистанція якась здесь, скажи, для понимання? Ну, до нас було 5 кілометрів. 5 кілометрів. Нет, до тебе 5, до мене... 3-4. Да, 4. 4, потому що... Горка, спуск, вони до мене не добивали, я до них не добиваю. Вот це 15 кілометрів. Вот це росте. Просто це, чому, дуже важливо, тому що, імея таку інформацію, достоверну, да, от Логвинова, ти про цю висоту говориш, то, по сути, противник, ми вже знали, іміли інформацію, ще 8-го вечера, що противник відшив сюди, к нам на тылы. А при цьому, ще 9-го февраля утром, відшла трагедія, погибло багато людей, поскольку вони не були предупреждени о тому, що ця дорога вже перехвачена, по сути, противникам. Нет, 8-го. 9-го. Це дуже важна інформація, тобто, у нас таким образом були подтверджені данні, ще 8-го вечером, що противник вже перехватив основну трассу М-103, і, тим не мене, не були виставлені пости, не предупреждені ни в Дебальцево, ні в Веронсі. Насчет перехвата трасси противник не оседлал, трассу противник начал закреплятися. Высоту, да. Ничего он не простреливав, він здесь встал, він здесь закопался, а перехват трасси вже відбувався 9-го числа, тобто, утром 9-го числа ще проскакивает машина з артрозведкою 25-го батальйона, потім їдет наш зампотел, він вже починає... Зампалит. Не-не-не, Паша, сначала Федосенко проскочил. Там, по-моему, Загаря в це время попала. Чуть позже. Чуть позже. Паша выскакивал, Паша проскочил, а за ним уже ехал наш зампалит з секретчиками, которого ніхто не удосужився здесь остановить і сказати, що уже давно известно о том, що трасса перехвачена. Тобто, наш зампалит з секретчиками попадає прямо туди, куди надо, з секретними документами, ну і так далі. В то утро здесь погибло багато наших людей. Со штатки батальйона, полностью, со всеми донатами, штатними картами. І, що важливо, з рацією, що нам довелося перекодувати повністю зв'язок. Це там треба було забрати з кожного порної пункту. Спасибо. І ви це підтверджаєте, да? То есть у вас теж такі такі? Ви теж давали такі доклади, да? Ну, іменно я давав координаты, і пытався вийти. Я докладывав штаб дежурному батальйону. Єсть, як минимум, три свидетеля, які можуть об цьому сказати. Це я, це Влад, який теж наблюдав ці танки і получив обстріл. Ну, на той момент з обстрілом друг по другу, скажімо так, френдли файр периодично случался, поэтому этому, может быть, сильно не удивились. Просто поорали, дебилы, ви куди стреляєте. Вот. І артразведка, Маклауд, з котрим я тогда общался на цю тему. Ну, получается, у вас официально, то есть штаб батальйона уже признал о том, що це противник провел? Нет, вони докладували в штаб сектора, ну, по команде, я так помню. Ну, потом сказав, щас выясню, чий це танк. Вияснили? Да, командир батальйона. Пока не выяснили. Не выяснили. Вони выяснили до вечера, вечером выяснили. Ну, во сколько время, во сколько было у вас подтверждение от командования батальйона, что это танки противника? Это восьмого вечера? Ну, не скажем. Да, очень тяжело сейчас уже вспомнить такие ненависти. Но это было именно восьмое февраля. Да, это важно. Дело в том, что мы видели у нас, ну, с крайней до той точки опорника, вернее, с позиции с крайней, там позиция дро стояла. Мы это уже знали, потому что они уже открыли огонь в сторону Дебальцева. с этих танков. И мы, ну, поняли, что это, ну, не наши танки, потому что это важная информация. Я думаю, что это очень интересная будет информация главной военной прокуратуры, которая сейчас проводит расследование действий в ходе Дебальцевской операции. И как раз вот такое невнимание к тактической обстановке, к тому, что противник проходит, просачивается без боя на наши тылы, закрепляется на ключевых позициях. Но, наверное, это куда более важный фактор, который следует исследовать. Вот. И, наверное, нужно ограничить, не пытаться заметать следы с помощью расформирования каких-то воинских частей, обвинений, а, скорее всего, детально определить, почему не были предприняты меры, когда противник вышел на тылы. А уже все, что произошло потом... Почему не были приняты меры хотя бы определить, противник это или нет? Ну, видишь, если уже, если эта информация была доложена наверх, то кто-то ее обязан был проверить. И кто-то уже сказал, это наше или не наше. И, Вера, ты должен понимать простую вещь. Проверить как? То есть нужно связаться с кем-то здесь или здесь и сказать, пацаны, напротив Логвинова танки, чьи это? Желающих туда сходить побегать, честно говоря, не особо много на тот момент, вот насколько я помню, в феврале. Это должен кто-то добраться туда и попытаться, ну, понять наше или не наше. Или, по крайней мере, созвониться со всеми своими и спросить, вы отправляли танки? Нет. Это тем более важно, на самом деле, потому что владели информацией. Я связывался с ребятами из 1-го батальона 30-й механизированной бригады. 1-й батальон 30-й бригады был развернут на гряде вдоль трассы М-103 в направлении на Калиновку. И вот как раз вечером по приказу командования сектором С, вот, этот батальон был снят, выведен в Луганское. И только уже на следующее утро, когда они им снова сказали ехать туда, их уже встретили огнем. Но как раз вечером 8-го числа этот батальон был снят с позиций, которая на самом деле прикрывали эту трассу М-103. Да, и в таком случае получается логично, что противник воспользовался отводом и в темное время мгновенно развернулся. Это вопрос для военной прокуратуры. Каким образом батальон, почему он ушел? Да, по приказу. По приказу, да. И не было ли в этой ситуации любимого слова сейчас пацанов по поводу зрады? После чего противник совершенно спокойно приехал на уже незащищенную трассу. Но я бы здесь отметил второй вопрос, что поскольку это было своевременно обнаружено, мгновенно, и был послан доклад, кто-то на себя взял ответственность за то, чтобы либо сказать, что ничего страшного, спокойно сидите, не беспокойтесь, либо сказал, что это наше, и стрелять не нужно. Кто-то запретил открывать огонь по этой позиции. Пока не проверили информацию, а проверяли ее очень долго. Дебальцевское угрупование украинских войск и основные силы, сконцентрованные вдовж лініи розмеживания, объединяло трассу М-03. Близу села Логвинове вдовж трассы на начале лютого свои позиции развернул 1-й батальон 30-й механизованной бригады. 8-го лютого з неведомых причин за наказом командования сектора бойцы батальону оставили позиции в районе Логвинового. Врань 9-го лютого в Логвинове зайшли бойовики так званої ДНР. Вони блокировали трассу М-03 и протягом кількох наступних годин у влаштовану терористами заседку потрапили кілька вантажівок з українськими військовими, штабний ОАЗ та дві автівки з медиками. Люди, захоплені з Ненацька, не мали шансів на порятунок. Їх розстрілювали в притул. Серед загиблих артилеристи, котрі доправляли боєприпаси підрозділом на плацдарку. Офіцери-зв'язківці на чолі з першим заступником керівника штабу АТО Ігорем Павловим та військові медики, які поспішали на допомогу пораненим. Розправу над українськими військовими терористи зафільмували і виклали в інтернет. Як з'ясувалося згодом, напередодні розвідники 54-го окремого розвідбатальйону попереджали штаб про накопичення сил противника в районі Логвинового. Але офіцер, який приймав рапорт, начебто не відреагував на попередження. Смотрите, Юрій, якщо можна, і давайте я закінчу по Новогригорьові. Давайте. Це ситуація там, 8 февраля. Некоторі сили, ми не знали, кілька піхоти, але, як потім виявилося, це було близько 20-30 людей живої сили. Вони закрепились там в одному з будівель. Одне з пропонування було нашого командовання, щоб ми своїми силами з опорного пункта осуществили зачистку населенного пункта, але я не пошел на цей шаг. Почему? Ну, во-первых, не знаю, скільки там противника, количество, а во-вторых, потерять несколько единиц техники, не дай Бог, или личного состава, то есть, ну, ми б тогда не змогли эффективно держати оборону на опорном пункте. тому я просил поддержки зачистку з резервів, 30-й бригаді, кстати, хочу поблагодарити цей екіпаж, вони до последньої минуты з нами и выходили, ну, и очень они грамотно эффективно воювали отступили туда уже вглубь, до депо. Юра на карте это може показати. То есть, окружити ви себя не дали? Нет, не дали им дальше закрепиться, пройти в село, они отступали туда, куда, на депо, восточний, ну, на восточні сторони, они уходят на восток. Куда? За кацу и дальше пошли... Нет, они уходят на восток Новогригорьевки, да, в сторону депо. Туда отошли, там, ну, группа там скажи, пожалуйста, когда ты мне позвонил, вот я познакомился с Савиславом по телефону, скажи мне, вот когда ты мне позвонил с сообщением, что по нашим позициям наносит удары авиация и авиация летает над Дебальцево и... Да, это же мы 8-го числа теряли связь, да, у нас 1-го? 9-го, ага, значит, это... Ну, ты же уже на 9-е перешел, вот оно 9-е как раз. Нет, авиация 8-го. 8-го. 9-го? 9-го была авиация Я вот честно говоря, 8-го или 9-го, когда я звонил. Ну, что-то действительно летало, Юр, все слышали, да? То есть, но его реактивный ногопье у нас тоже пришел. Вопрос в том, когда я был в биндаже, мои зенитчики выходят на связь и докладывают, ну, о том, что они слышали звук авиации, при том, один из двух самолетов, которые пролетели, получается... В направлении от Коммуны в сторону Нижнего Лозового. В Западном потом развернулись и слышали назад. Ну, честно говоря, видимость не позволяла увидеть на какой-то высоте, но, видимо, они, на малых высотах. Поблака были, но еще были малых высотах, потому что 31-го числа января, когда мы приезжали по разблокированию батареона Светис, над нами тоже пролетел самолет, ну, было слышно, не видно. Я просто помню, как на Большом Кресте народ искал щели, потому что, честно говоря, не ожидали самолета, думали, что это какой-то новый вид реактивной артиллерии, и что от него не спрячешься. Ну, где-то было пузом прямо по земле. При том, ну, грубо говоря, у нас, у зенитчиков там, ну, был парень-военнослужащий, который говорит, это я, прослужил полтора года на аэродроме, говорит, я, ну, звук пролетающего самолета реактивно... Поскольку не было предупреждения о том, что это наша авиация, вы сделали вывод, что это авиация противника? Не совсем так. А как? Мы запросили, что в нашем районе пролетают самолеты. Приблизительно описали, что идентифицировали как Су-24, запросили штаб. Штаб нам ответил, в нашем районе наших самолетов нет. Вот. То есть вы... Вы это с собой запрашивали? Да. То есть чьи это самолеты с закрашенными этими самыми опознавательными самолетами... Вы видели? Видели их на вашем упорте? На копье, оно над головой у меня прошло. Их видело копье. Их видел зенит. ЗОЗО в данный момент находилось в полном тумане. Зенит как раз был от тумана очищен. Поэтому прошли они на малой высоте. Вот здесь вот ложбинка нижняя лозовая. То есть они шли на блеющем. Для наблюдателя зенита, который находился на высоте, это было где-то на уровне 5 градусов. Вот так вот. То есть опознавательные знаки были закрашены? Да. Практически на уровне глаз. А познавательные знаки были видны? Опознавательные знаки были или замазаны, или их не было вообще. То есть увидеть там были там звезды или какие-то другие знаки, ничего этого не было. Я понял. Но это важная деталь, потому что тогда возникла целая истерика. Официальные власти вообще отрицали, что какая-то авиация летала над Дебальцем в этот момент. Но оказалось, что все-таки летала. И этому есть в общем-то сотни свидетелей. 128-я тоже подтверждает, что были пролеты на низкой высоте реактивной авиации. Уже 9-е число. Логвинова перехвачена. 9-го числа противник выставляет опорник на высоте 307,9 севернее Валеры. Это 9-го числа? Да. Это 9-е число. Мы напоминаем, что после боя на высоте, то есть две высоты 307,5 и 307,9 более высокая 307,9 но наш опорник был на 307,5. Поэтому противник просачивается на незащищенную высоту, закрепляется опять-таки крупными силами и... Неизвестно, насколько крупными. То есть там, возможно, было до взвода, может быть... Усиленный. Может, да. Может, усиленный. Но выбить их никто не пытался. Там позиции, скажем так, оборудованных позиций не было, но там стояли три холма. Я так понимаю, они вот эти вот холмы благополучно использовали для того, чтобы укрыть технику. Ну, наши пытались их выбить оттуда? Да, наши пытались их выбить, били по этой высоте. Насколько удачно, я не знаю. Говорить не буду, летело туда весьма основательно. Ну, в общем, получается, уже 9 февраля у нас складывается угрожающая ситуация для всей дебальцевской группировки, поскольку противник вечером, как мы сейчас устанавливаем уже по свидетельству офицеров, да, вот это впервые такое заявление, кстати, звучит, и вечером 8 февраля противник просачивается в район Логвиново, занимает господствующую высоту, и 9 февраля перекрывает физически трассу, полностью закрывает трассу М103, и выходит на высоты в районе высоты 307 и 9, выходит на эту высоту, и по сути, таким образом, здесь какое расстояние? Сколько? Километра? 4, да, где-то? И по сути, берет подвизуальное пока как минимум наблюдение, перекрывает основную трассу, а вот эту единственную дорогу... Километров 5-6, тут похоже, что 2 километра квадратра. Да, и вот получается, и вот получается здесь вот наша дорога, наша трасса, которая идет через Новогриворовку, вот эта проселочная дорога, вот, на Мироновский, она получается, противник ее как минимум визуально может с этих высот просматривать. Остается одна дорога жизни, ну, скажем так. И она уже просматривается противником, то есть противник может корректировать огонь... Через Нижнюю Лозовую. Да, через Нижнюю Лозовую. Через наш опорный пункт, через опорный пункт ЗАЗО, через Нижнюю Лозовую, но эта дорога была ранее разведана, и по этой дороге с этого числа начинают ходить, ну, скажем так, техника, подвоз боеприпасов, продовольствия и так далее. Но, по сути, уже после выхода на эти две высоты у нас есть только один вариант действия. Мы обязаны противника выбивать отсюда, потому что иначе нормальное снабжение группировки Дебальцевской, оно, по сути, невозможно. К тому времени уже не шла речь о снабжении, к тому времени люди воспринимали, я прекрасно понимал ситуацию вот здесь, хватит ли нам этой дороги, чтобы вывести постепенно силы и средства, которые у нас там находятся, потом про средства уже никто не думал, вывести бы только силы. Ну, это просто создавало реальную угрозу, что противник, если он накопится на этих пунктах, они удобны для атаки очень, потому что здесь хороший подвоз, скрытный войск можно обеспечить за счет контроля, то они, действительно, здесь была реальная угроза, что они могут полностью закрыть физически всю эту трассу, потому что огневой контроль был у них полный, я правильно понимаю? Огневой контроль над дорогой уже был. По этой дороге ездили только в темное время суток, она обеспечивала хоть какую-то проходимость. Плюс 9-го же числа они остатками сил атаковали опять в лоб Зенит, это было идиотское решение, потому что они получили, собственно, то же самое, что было перед этим, поэтому там, в принципе, бою рассказывать особо неинтересно. Вот все же происходило вот здесь, ну, уже вне зоны вашей ответственности, можно было называть только такой пиар-истерикой. Везде, все, что касалось редко дуба, не совсем... Там были реальные бои, там тоже. Там боевые уже не были. Я сейчас, я говорю, в пиар-пространстве это все происходило, и противник очень сильно нагнетал эту истерику, для того, что вся страна требовала не воевать, а немедленно вывода войск, верните, наших ребят живых. Но я тебе хочу сказать, что ситуация, это, по сути, можно сказать, вот это оперативное окружение, поскольку наши коммуникации находятся под прямым огнем противника, то есть выход сюда крупных сил танков, ну, по сути, делал... Давайте сделаем еще конкретнее, у нас же здесь Санжаровка, здесь она показана как нейтральная, она уже в самом начале была довольно крупным огурным пунктом противника. То есть у противника прямая дорога здесь, и он может в любой момент сомкнуть вообще полностью, поставить заслону, но уже у них, видимо, сил не хватало это все закрыть. Ну, теперь, Юрий, смотрите, я добавлю, что вот после... Вот 9-го числа они начали, они изменили тактику, они попытались еще раз пробиться между зенитами или нами, или между зенитом, но у них не получилось. Потом они уже танковые атаки на нас начали прекращать, и они, изменив тактику, они пытались прорваться пехотой, ДРГ, малыми группами под кровью или темноты, или тумана на рассвете. Я уже сейчас чисто не помню, ну, 10-го, 11-го у нас там были бои, они, пехоты, прорывались, мы, ну, своевременно их засекали, и начинали... Скажите, пожалуйста, про ключевой вопрос, ключевую проблему все-таки, почему попали в окружение опорные пункты Капио-Мойша? Мы уже подошли к этому, нам осталось буквально три дня рассмотреть. Значит, 10-е число. Начинаются довольно сильные атаки, вот здесь вот мы помним, здесь отошли позиции Виталия на базовый лагерь самоходчиков. Начинают конкретно их прессовать, самоходчики отходят, отходят в Чернухино. Здесь получается уже оперативный вакуум, которым противник пользуется. 11-го числа где-то уже противник занимает вот эти вот позиции и выходит на прямую наводку на этот самый базовый лагерь 40-го батальона. Базовый лагерь 40-го... 12-13 число. Самые-самые потужные обстрелы базового табора, он, наверное, был уничтожен. Идет Минск. Идет еще вопрос политического давления. Значит, через вот эти вот ворота начинает просачиваться уже намного больше пехоты. Их накапливается в поселке Октябрьский очень много. Присланные на зачистку нацгвардейцы, их приезжает весьма мало. Они пока приезжают на Мойшу, уже получают двух убитых и несколько раненых. Вот. Тем не менее... То есть они не приезжают, они прорываются. Они прорываются. Это уже совсем другая ситуация. 3-4 каких просим. Это не 14. То есть обеспечение боеприпасами уже прервано, да? Ну, с какого числа? По ночам как-то там просачиваются. Да. Дальше противник атакует Коцо. 13-го числа идет сильнейшая атака по опорнику Коцо со стороны вот этой вот железки, то есть со стороны пингвинов, со стороны поселка 8 марта. Одновременно при этом идет атака наблюдательного пункта Ромашка. То есть противник здесь уже внутри Дебальцева распоряжается как хочет. Юра, я добавляю, что Коцо там был очень сильный арт-обстрел и практически там позиции уже перед наступлением были уничтожены. Там одна БМП была у них уничтожена, здание, в котором они были, и блиндажи там попало. Ну, слава богу, там никого... А что это был за штурм Мойши, где погиб танкисты, вот эти 17-й танковые? Что это было за служим? И поэтому Коцо отходит на Ромашку 14-го утром. Отходит на Ромашку 14-го утром, а к 11-ти часам там выходит на них БТГ из бригады Призрак, и у них завязывается бой на Ромашке. Да. Таким образом, вот этого опорного пункта нет. В штаб сектора сразу же, как только опорный пункт... На какое число обстановка это? Коцо отошел на Ромашку 14-го утром. То есть сразу же в штаб сектора идет доклад о том, что Мойша и Изя уже фактически в полном окружении. Потому что до этого они пробивались с юга, теперь с севера открыта дорога, они могут вдоль вот этой вот посадки, вдоль железки, под прикрытием посадки, по балке, уже проходить техникой. Поэтому на момент 15-го числа, когда сектор все-таки принимает решение пробиваться к вот этим вот двум опорам, вот здесь вот в поселке 8-е марта уже находятся группы пехоты, усиленные танками. То есть приезжает 95-й аэромобильный в размере одного взвода, 23 человека. Им ставится задача пробиться к нашим опорникам. Они приезжают, видят, что там... Попытались они пробиться, напоролись на танки с тремя БТРами, отступили на Ромашку, остались в усилении на Ромашке. 15-го часа должны были подойти еще силы там нацгвардия и восьмой полк спецназа. И три части третьего. Да, 100 человек. Ну, 150 человек нацгвардейцев. Нацгвардейцы не смогли дойти там по другим или по каким причинам. Я сейчас об этом не могу говорить. Десантники получили приказный отход. Восьмой полк, пока доехал, там у них уже тоже были, по-моему, трех раненых получили. Трех, трех сотых. В общем, не получилось это... Деблокировать уже не смогли. Я хочу просто сказать, что в том время, на том месте, вот поселок 8 Марта, вот как раз на этом месте окружения, зафиксированный в социальных сетях, тоже есть фотографии уничтоженного танка Т-72Б3 Российской Федерации, то есть выпуска 2011 года эта модификация производится. То есть это, как наши воины, в общем-то, и говорили, доказательство применения, участия в этих боях 5-й танковой бригады Российской Федерации и вот эти новейшие танки, оснащенные тепловизорами, новейшими системами французским управлением огнем, вот, то есть они действительно принимали участие в этих боях и мы видим, с какой силой там пришлось, какую силу пришлось бороться, да, нашим воинам. Поэтому мы можем говорить, что у нас на утро 14 февраля по сути два опорных пункта Копье и Мойша попали в полное окружение, да? Да, если до этого еще как-то по ночам подвозились припасы на Мойшу и с Копьям уже, скажем, ну, на санках, мы подвозились кое-как припасы там еще с 7-го часа могли доезжать до Мойши, там, мы ночью делали вывозки на Мойшу с Копьям на санках притаскивали цинки, там, агрессные гранаты еще там, пока агрессы были целы, патроны, то есть еще как-то надежда питалась. Потом уже, да, уже 13-го, уже все, уже после этого. То есть, получается, можем сделать вывод, что несмотря на то, что выход противника накапливалось там уже примерно с 9 февраля, штаб сектора не принял меры по деблокированию этого района, не обеспечил прорыв окружения противника 14-го, и таким образом уже к 18-му февраля ситуация сложилась критическая в этих окруженных кунтах. Были предложения не проводить деблокаду, а сделать встречный удар, чтобы опорники отошли и заняли оборону уже где-нибудь по вот этой вот линии в районе депо. Ну, то есть, понятно, восточная часть ушла, но, по крайней мере, сохраним вот это. На что мы получили? Бердским боем мы были абсолютно не готовы. Ну, по крайней мере, мы понимали, что либо нам должны были дать команду на отход, уже седьмого часа уже, в принципе, мы последний раз когда встречались с командой батальона, седьмого часа мы ночью пришли на Мойшу, там, командование Копья, приехало командование батальона, то есть, разложили карту и оперативно начали решать, что товарищ Пукоин, давайте либо выбивайте в секторе силы и средств для закрытия вот этих дырок, либо нас потихонечку с двух сторон все-таки клинами возьмут. И этим рано или поздно закончатся. Либо нам давайте команду отходить выравнивать линию обороны, потому что наших сил не хватает на зачистку тылов, депо, 8 марта и так далее, и удержание, потому что тут надо понимать еще, что Копье и Мойшак каждый день это фактически лобовые столкновения. Каждый день. Скажите, как произошло все-таки это окружение пленения? Расскажите этот момент, сколько дней вы к тому времени были в полном окружении под огнем противника? Мы забыли 15 число, важная веха. Это объявление перемирия. 15 числа объявляется режим тишины и перемирия. Больше того, приходит телеграма на штаб батальона, приходит телеграма, что в связи с мінскими домовленостями, прекратить огонь, огонь не открывать, и все, тиша. И требует сказать, что одну годину после 00.15 числа действительно была тиша. Не было, огонь не открывался, но с первой годины начался просто жесточайший обстрел наших позиций, штурм, и перемирия уже никто не ждал. 11 лютого 2015 года Володимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Оланд та Петро Порошенко прибули в Мінск. До них приєдналися спецпредставник голови ОБСЄ в контактній групі по врегулюванню ситуації в Україні Гайді Тальявіні. Учасники тристоронньої контактної групи другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, спецпредставник голови ОБСЄ Гайді Тальявіні, а також представники самопроголошених ДНР і ЛНР Захарченко та Плотницкий підписали комплекс заходів щодо виконання Мінських угод, яким було передбачено припинення вогню з 0 годин 15 лютого 2015 року та відведення важкого озброєння всіма сторонами. Майже одразу після початку дії перемир'я моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріл позиції української армії. Супереч домовленостям терористи активно застосовували артилерію, міномети та системи залпового вогню. Загалом, за першу добу так званої тиші бойовики завдали 88 артилерійських та мінометних ударів по позиціях українських військ у районі Дебальцевого. Українські військові дотримувалися умов перемир'я, тому не могли зашкодити відкритому ворожому наступу на опорні пункти. Короче говоря, 15 числа противник не відкриває вогонь, нам же запретили стріляти, нам йде інструкція, якщо по вам стріляють, ви стріляєте в відповідь, якщо по вам не стріляють, ну по вам же не стріляють, противник починає заходить в открытую со стороны Чернухина, то есть на Мойше... Без зустрілу, да? Абсолютно. На Мойше насчитывают порядка 300 человек, ідущих просто цепочкой в поселок Октябрьский. Со стороны Боржаковки начинает ехать техника, техника едет, мы наблюдаемо. По залу колоннами идут. То есть я зенита, Влад с этого самого ЗУЗО работать по технике не може, это скрыто от нас балкой, мы можем только докладывать, давать координаты, артиллерия заблокирована решением сектора. Артиллерия заблокирована решением сектора, у нас режим тишины, все. Идет накопление противника, и дальше начинается уже такая бяка, что когда они в одностороннем порядке открывают огонь, то их накопилось уже столько в этом городе, что дальше идут бои вот здесь вот уже на ромашке, потом, когда складывается ромашка, они просачиваются дальше в город. То есть режим прекращения огня у нас односторонний. Наша артиллерия не бьет, противник используется для концентрации сил и в открытую атакует. Ну, уже вроде проходили, это в ДАПе там. Юр, не забудь, что 15 числа уже противник проходит с нами на звезду. Да, да, да. Там у нас... Трофейная рація. Как раз таки мы чекали это подкрепление Нацгвардии, которое надав сектор, который должен был деблокировать Мишу и Изю. Мы отправили свою группу, чтобы встретить их на чоли с плотником майору Акуленко, который у нас загинал в этой операции. Да, сам потихно. Вон приехал их встречать, но на встрече ему с засвященными тих парнями, которые с ним находились тогда, приехала группа с флагом украинским, с нашими знаками, и, соответственно, завязался бит. То есть они знищивают нашу группу, захопливают нашу рацию и выходят уже с командиром на связок с ультиматумом сдаться. Связь полностью дискредитирована. Это когда-то было? 15 числа. 15 числа вы получаете первый ультиматум Аздача. Да, это где-то перед обедом было, да? Да, который был отхилленный, оборону держим, а всем упорным пунктам был надан наказ держать оборону. Что мы и делали? То есть вы понимаете, что мы уже связь не могли эффективно использовать, она просто не противника. Скажите, ребята, боеприпасы, скажем, какое было состояние, сколько осталось боеприпасов? Вот это к ереку. Боеприпасы на Копье на тот момент у нас оставалось патронов 5,45, может быть, по несколько рожков, но лично у меня было два рожка и пачка и граната. АГСы были разбиты, СПГ были уничтожены, минометов уже давно не было. То есть фактически на 8 пулеметов было порядка 400 патронов. То есть по сути это что означает? Что в принципе сопротивление уже невозможно. Вам нечем отбываться. Две минуты боя, вы просто безоружны уже по сути. И что в это время делает командование сектора, то есть получая информацию о том, что в общем-то уже воевать не... Держаться, огонь не открывать. Держаться, огонь не открывать. Доповидать, спасеникать. Это приказ полученный, он зафиксирован четко, да? То есть все это есть. Нам же Муженко сказал, что у нас атмосфера доверия, все устные приказы, они оформляются обязательно письменным, поэтому, ну, что-то он там такое говорил в интервью последнего. Да, недавно было такое, да. То есть команда была, единственная команда и последняя единственная, которую мы получали, держать позицию на последнюю. Так, то есть все. То есть по сути вы никаких... Командование на ваш сигнал, что нет патронов, нечем воевать, не отреагировало, просто... Отреагировало. Были сказки о том, что... Ждите 300 татарцев, должно прийти 300 татарцев. Ждите 300 татарцев. Должна была прийти помощь, но непонятно, то есть... Ну, это, я так понимаю, Насгвардия. Насгвардия, там командир был позицию на татаре. Вот мы с иллюзией питали надежду, что держитесь, нам идет подмога, танки законят. Это аналатрисо спартанцев, да? Да. Хорошо. И когда, в общем-то, какие приняли действия командира окруженных опорных пунктов? На копье, лично на копье мы расставили, лично я занимался этим, расставляли круговую оборону, мы из последних имеющихся средств провели, скажем так, инотеризацию. Понимали, что все не очень радужно, в том плане, что действительно там две, но если там по очереди и по одиночному стрелять, можно минут пять нас хватит. Так. Но при этом мы видели и понимали, но это уже ситуация к семнадцатому, да? То есть, 15-го нам стрелять ультиматум, мы предлагаем ответ на перемирие, сдавайтесь вы. Так. Вот, 16-го повторный ультиматум, 17-го, 11-го дня нам ставят, 11-го утра нам ставят ультиматум, сдавайтесь. К тому времени Мойша пыталась деблокироваться, были у них погибшие, раненые. Важный момент по поводу Мойша. Да, расскажи. Попытка, попытка прорыва. Прорыва к нам. У нас были высотки, то есть у нас можно было быть... Смотрите, 16-го числа на Ромашке остается один, ну, грек, это Тимофеев, командир взвода, там 18 плюс 3 связиста было, 21 человек. Уже он был зажат с танками и расстреливает наши антенны, у нас связь пропадает. Да, да. 16-го на утро, уже связи, никакой, ни с кем, с вышестоящим начальником связи нет. То есть связь была полностью демонтирована, потом был уничтожен батальонный ретранслятор и дальше связь идет исключительно по мобильным телефонам. Хорошо, ребят, смотрите, вот важный вопрос, была попытка прорыва или нет? Расскажите нам про попытку прорыва, чтобы мы поняли, почему произошла потом сдача в плен. Значит, смотрите, вот здесь схема опорного пункта Мойша. Опорный пункт Мойша опять же растянут как тонкая красная линия и разрывы между постами довольно внушительные. Поэтому противник, когда накопился в этом самом, в Октябрьском, он смог разрезать эти посты и дальше, где на постах было народу чуток побольше, они смогли пробиться, они смогли прорваться к своим накопьем. 50 человек. Да. Там, где ребятам, которые Саша Ятьков, Павлюк, которые погибли, они были вот здесь вот на посте, на посту Бродвей. Им прорываться дальше всех. Хлопцы позвонили домой, пообщались с мамами, сказали, что в плен сдаваться не собираемся, будем прорываться, мама, все нормально будет и так далее. Как их зовут? Давайте фамилию Саша Ятьков, Павлюк, не помню. Не помню. Монегин. Да. В общем, хлопцы собирают группу и дальше вот этим своим Бродвеем начинают двигаться вдоль улицы. Прошли они не сильно далеко, потому что уже дома были заняты противником. Их на улице просто расстреливают, двое погибают, остальных кладут... Несколько раненых было, несколько раненых было со мной, в частности, было хлопцы, когда три пылевых было. Ну, то есть, многие ранены были. Таким образом, пост Олимп полностью попал в плен, их отрезали, их взяли в плен. Окружили, закидали волами. Пытался прорваться к своим. Частично погибли, частично были захвачены ранеными или не ранеными. Это ты сейчас рассказываешь про судьбу батальона все пропало, да? Да. Это я о нем говорю. Это за два опорника, Да, батальон все пропало, который решил сдаться в плен и сорвал с поста колодец и с поста железяка, ребята умудряются. Если там порядка 10 человек нам на копье пробивается, используется оружием на санках, пулеметы тачат. Вот это все восьмого объясняет. Да. Потому что им можно заткнуть рот, только расформировав. Точно. Потому что если будет известно про восьмое число и про историю с сообщением между Мироновским и Дебальцевым, то там нужно сражать командование сектора С в полном составе и тех, кому они докладывали в генеральный штаб, они докладывали в генеральный штаб и в штаб АТО. И те говорили им, наверное, то же самое, что все нормально, держитесь. Тогда им всем придется идти под суд. Была там хорошая фраза по поводу, что противник в районе Логвинова уже блокирован, его идет уничтожение и так далее. Есть у нас такой замечательный документ, его невозможно не процитировать, уже извините. Анализ анализ боевых дей на сходе Украины в ходе зимовой кампании 2014-2015 генеральный штаб Збройных сил Украины. Так вот, этот генеральный штаб Збройных сил Украины делает очень интересный вывод. Он говорит, что причина отхода от Дебальцева, причина отхода из Дебальцева заключается в том, что окремные подразделы 25-го та 40-го окремных мотопехотных батальоней, которые сосредоточились в Дебальцеве совершили самовильный отход в тиловую смугу сектору на 2 дни ранее. Это привело до очень тяжелых катастроф. Это нас просто взбунтовало. Это отход. Мы сейчас слышим про отход. да, потому, что попали в плен. Я говорю за тот опорный пункт, на котором я находился. Значит, 16-го числа при попытке выхода через Нижнюю лозовую по дороге жизни, наш конвой там с ранеными, в том числе те, которые там уже выдвигались, в том числе люди ехали на ротацию, люди ехали с других подразделений, там 3 машины и 2 БТР попадают на участок заменированной дороги, подрывается, все, на Нижнюю лозовую, дорога закрыта. 10 человек из них 2 раненых это состава 25-го батальона, они в пешем порядке прорываются на Артема, потом узнали, что они все-таки дошли и вышли. Вот у нас произошла трагедия, у нас попало в плен несколько десятков человек, давайте мы скажем, почему это произошло, нам нужно сейчас четко, четко, внятно, в нескольких фразах это объяснить. После того, как Маша пыталась привезти к нам, часть ее пробилась, но часть не смогла, погибли, все-таки попали в плен, но не так, как это описывают, тем более, вот этот отчет о том, что там два дня, куда-то раньше ушли, никто никуда не уходил, до последнего, до 17-го часа, до вечера держали эти позиции. Вот. Что до 18-го часа? 11 часов нам выставляется ультиматум. Вот. О том, что... То есть стороной по рации, да? Или по телефону? По рации, я правда не понимаю, как они с нами на нас выходили, но... Там на ближней дистанции, но как вы... Работа, на ближней работе. Вот. Выходит по рации у нас ихний командир, позывной, князь, командир бригады, там, у него, наверное, сколько полном вот так вот. Вот. Выходит о том, что говорят, ребята, у меня команда, вот этот вот ваш узел ликвидировать. Ну, то есть у вас есть два варианта. Ну, на что как бы мы отвечаем, что... Перемирия, никто никаких сдаваться, какой не может быть юридически, ну, сдача в плен в перемирии. Нет. Никто сдаваться ничего не будет, на состояние высшего подходить. Как прекращение огня во время перемирия. Да. В общем, нам говорят, ну, как хотите. И нас порядка нескольких, ну, нескольких часов начинают со всего, чего можно, просто... Артиллерия, артиллерия, мины... А наша артиллерия вам не помогает? Наша артиллерия... Наша артиллерия, ну, говорю честно, как есть. 11-го числа ночью я вызывал артиллерию последний раз. На что мне сказали прямо? Говорю честно, брат, как есть. Помочь ничем не могу. Два рабочих ствола и то относительно. Все. Это раз, это два. Это мне был ответ 11-го, после этого я артиллерию... Я разверю. Я добавлю то, что Бонзай рассказывал. Значит, когда выставили ультиматум, наши запросили все-таки через какие-то там средства связи, имевшиеся типа телефонов, в поддержку артиллерии. Указали сектор, весь поселок 8 марта. Вот. На что был прислан отказ, что мы по поселку работать не будем. Наша артиллерия не имела права. Так, и как произошло тогда захват? Порядка двух часов нас, даже, наверное, больше часов, до двух, порядка трех часов нас где-то поливали всем, чем можно. Последние более-менее какие-то там носковую руку укрепления были, скажем так, подавлены. Оно становилось понятно, что у нас... Ну, как бы мы до последнего питали все-таки дотянуть до темна и попробовать ночью выходить через вот эту вот железку по их тылам, в надежде на то, что они сконцентрировались все уже на фактически... Они не ожидают. Да. Ну, у нас уже последний план фикс был по тылам, по балкам. Здесь начиналась дальше очень посещенная местность. Вот у нас был такой... До последнего мы питали такую надежду, что может все-таки получится уйти, потому что нам уже дожили все. что мы фактически в окружении, а пробиваться вот сюда, куда утром Семасов зашла колонна порядка 28 уровня. Мы понимали, что там 45 человек, то есть те, которые пробились нам с Мойши, где-то человек 52 на копье вообще сложности. Ну, где-то где-то... На копье осталось около 50. Мойша частично попала в плен, то есть там не было 50 остальных. Где-то порядка 50 человек на копье осталось фактически без быка. То есть быка так на... Как на полигоне, по мишенькам отработать и все. Вот, то есть мы сели с командиром упорника, с Владом, старшим лейтенантом. Говорят, у нас остается одна. Один вариант, это досидеть до темна, все-таки как-то там вытраховаться по рации, как-нибудь и попробовать... А, через пингвинов. Попробовать через вот так называемых пингвинов и туда вот на север, в сторону. А это в 11 утра было? Это было вот, когда у нас сказали артиллерия, вот мы сидели в этот момент, я уже понял, что дела не будет, начал карты палить, этот, которые у меня были, потому что понимали, что... И какой момент вы поняли, что все-таки придется сдаваться? Порядка где-то двух часов. Насколько я понимаю, вышли на командира опорника или... или комбат... Ну, по-моему, я так понимаю, комбат силосового. О том, что, ребята, к вам на помощь уже никто не придет. Ну да, была сказка по поводу, что... Да, мы искренне верили, что все-таки мы бежались до последнего, думали, что все-таки будет вот эта группа, которая Влада сказала, которая формировалась, нам говорили, что, ну, держитесь, будет, ну, держать. Вам сказали, никто не придет, и вы приняли решение, и тогда только вы приняли решение. Нам сказали, никто не придет, ребята, говорят, ну, давайте по ситуации, ну, Владу комбат, сохрани, ребята. Подумали, как сохрани, ребята. Говорит, я понимаю, что у вас там... Ну, он комбат прекрасно понимает, что последняя машина с БК к нам заходила седьмого февраля. И он говорит, вот, он ему такую фразу сказал, что сохрани, ребята, не геройствуйте там, все. Ну... И вы взяли на себя эту штуку? Никто там не видел. Нет, нет, меня там не было. А как? Там мой тезка, там... Тезка? Другой Влад. Да, в итоге... Позывной Бонзай. Вышли на аспирацию, мы с Бонзаем пошли на переговоры, уже захваченную мощь, там уже, ну, там, конечно, уже, ну, вот, то есть, пришли... Дали команду уничтожать, там, нам, как бы... Оружие. Ну, сказали, вот, говорит, я там офицер, так и так далее, там, полковник, это ЛНР, говорит, я вам гарантирую всем, там, жизнь и так далее. Говорит, вы поймите, что у вас другого варианта нет. Ну, говорит, или, если вы не сдаётесь, говорит, сейчас этот, я даю команду, и, ну, дальше только 200. Ну, понятно. Пленных не будет. Понятно. Я вам сразу говорю. Ну, то есть, учитывая то, сколько они нас месяц штурмовали, мы понимали, ну, конечно, мы боялись, хотя уже насколько, знаете, звездного организма, уже так... Понимаешь, уже... Ну, пристрелили сейчас даже... Бонзай принял решение... Принял. Да, о том, что сдаваться. Приняли решение. Оружие было уничтожено? Было уничтожено оружие. Мы только разошлись, ушли от... Ну, скажем так, с переговора, она говорит вам 10 минут. Мы говорим, ну, нам надо немножко больше. Ну, говорит, там, 15. Хорошо. Ну, подумаем, подождёте. Мы только отходим от них, у нас была внутренняя рация по посту, сразу команды, всё, уничтожать оружие, всю технику, которая может быть, приносить какая-то, которая имеет ценность. То есть, начиная от оружия, заканчивая биноклями, тепловизорами. Я лично сидел... А радиостанция. Я лично сидел на остатках АГС, топором, разбивал... Юр, Владислав, вот вы, ваше подразделение не сдались, вы геройски держались, вы отбили все атаки противника. Они тоже. Они тоже, да. За эти бои Владислав и Юрий, да, как бы офицеры батальона, всё пропало, как считает президент, да, были удостоены заслуженно орденов. Я думаю, что не президент, что это его окружение. Я даже знаю, кто любит вот эту фразу. Орденов Богдана Хмельницкого, да, были заслужены орденами, боевыми награждены, да, и продолжили достойно служить. А ты представлен к ордену мужества, ну, сержантского, да? Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще то, что произошло, то, что вот произошло с этими двумя опорными пунктами, являли ли это признаком деморализации наших солдат, желание сдаться в плен? Я не знаю, может кто-то лучше знает, кто, когда оставлял опорный пункт, во сколько. Наш опорный пункт был оставлен, через нас все выходили, мы видели, как этот организованный, в кавычках, отход был, может он и был, кем-то и как-то организованный, но я не об этом хочу сказать. Мы оставили опорный пункт 18 числа ровно в 5.40 утра. Начали перегруппироваться и существовать отход. То есть данные генерального штаба это вранье, да? Я не знаю, кто мог на двое суток, кто еще оставить на двое суток раньше. Грек ушел с опорного пункта, ну это к отцу. Они ушли 14 числа, но они ромашку держали до последнего, до утра 16-го. Мне задавали вопрос, я обсуждал с Зеленым тем же, по поводу возможности выйти из окружения вот этому вот оставшемуся опорнику. То есть в пример ставился редкодуб. То есть в редкодубе ребята тоже стояли в полном окружении, им удалось из этого полного окружения выйти. Но есть существенные отличия. У них не было никакой связи, в редкодубе связь была. У них не было никакой техники. В редкодубе техника была. У них не было поддержки артиллерии, не были разведаны цели, по которым артиллерия должна создавать огненный вал для их выхода. В редкодубе мы обеспечили работу арты, через зале Кадана, я свидетельца. Я повторюсь, скажи, пожалуйста, у них, как ты считаешь, они герои или они, как это считает генеральный штаб, предатели? Ну у меня такого вопроса даже нету. Естественно, они герои. Естественно, они выдержали все, что можно было выдержать. Юрий, давайте, может, я перефразирую. Ну, на мой взгляд, все, кто сидели там в окопы и выдержали вот эти вот атаки, постоянные обстрелы, они уже должны быть героями. И можно я еще... Как вы восприняли то, что батальон расформировали и вот сейчас в отчете говорят про несвоевременный отход? Ну, это обурывало украинскую молотину. Я такая... Размутило, да? Просто обурывало. Можно я скажу про копье, но вот говорят вот опорника, то я не знаю, какие претерии были на Мойше, но у них были даже больше, чем у нас. 16 человек на Мойше. На Мойше 16 двухсотых было. 16 погибших на Мойше. Почти... Не взвод был. На копье среднее количество людей было 40 человек. У меня на копье было 4 двухсотых и 25 раненых. Всего погибших по батальону 23 человека, из них 16 на Мойше. И 4 на копье. И, да, и Станов на 17 число 64 поранали. Алексей, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, а почему вот генералы оболгали своих солдат и расформировали 40-й батальон? Я могу, подведя промежуточный итог этой бесконечной беседе, о которой можно говорить неделями, и люди этого заслуживают, сказать, что в тех военных и бытовых и погодных условиях, в которых приходилось воевать нашим солдатам, это проявление героизма. И настаиваю на том, что напротив фамилии каждого героя Украины, официального и неофициального, должна стоять фамилия мерзавца, который привел к необходимости совершать героические поступки. Я считаю, что ни один человек не имеет права оценивать то, что происходило там, если он там не был. Честь и хвала людям, которые выдержали эти нечеловеческие усилия, и которые вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что они держались до последнего, умудрились обвинить в трусости и дезертирстве. Вечная память погибшим героям, и мы доведем обязательно до суда тех, кто пытается оболгать честное имя, тех, кто проливал кровь на этой войне, кто защищал каждую пять украинской земли. Спасибо офицерам 40-го и воинам 40-го мотопехотного батальона. И Украина может гордиться этими людьми. Дмитро, Ярослав, Юрий. Они вернулись домой, из-под Дебальцевого. Это почти то же самое, что сказать, вернулись из пекла. Нет, даже не так. У лютого 2015-го околица Дебальцевого перетворилася на справжнє пекло. И для этих хлопцов, и для врагов. Який гадки нема, в чим опернеться лобова атака на позиції батальону Кривбас. Дніпропетровск. Рідне місто Юрія Брехарі. 8-го лютого 2015-го року бійці батальону Кривбас під командуванням старшого лейтенанта Брехарі на опорному пункті Зеніт відбили танкову атаку. Через девять днів він вирвався з оточення, вийшов із Дебальцевського котла і повернувся до рідних, які навіть і гадки не мали, що він пережив нещодавно. Батальйон Кривбас двічі потрапляв у епіцентр найзапекліших битв – війни, яку чомусь і досі називають АТО. Вперше його переформували після Іловайська. Тоді вбитими, пораненими та полоненими батальйон територіальної оборони втратив половину складу. Потім прийняли це рішення ввести нас в состав 17-ї танкової бригади, отдельним мотопехотним батальйоном. Проте через півтора роки в Кривому Розі бійців Кривбасу нагородили. Замужність у боях за той таки і Лобайськ. Пархоменко Дмитро Юрьевич! Вдруге Кривбас розформували після Дебальцеву. Повністю оточені бійці батальйону оборонили опорні пункти Мойша та Капьо півтора тижні після того, як їм востаннє доправили на бой. Вони втратили кожного третього. І здалися в полон лише після того, як закінчилися набої, а комбат телефоном повідомив – ніхто не буде просуватися на зустріч через ешелоновані ворожі позиції, а також дав наказ – зберегти життя бійців. Два опорних пункти наших – Мойша і Капьо – здалися в плен по його приказу. По великому раху, він збереглися. Ярослав – один із тих, хто до останнього тримав оборону приреченого опорника Капьо. Він – Морпіх, разом із командиром Владиславом та товаришем Дмитром, як найдосвідченіші, підтримували інших – тих, хто відразу з навчального полігону та з Нинацька потрапили в м'ясорубку. Потрапивши в полон, морально був готовий до найгіршого. Але тими днями йому фантастично щастило. Ворог прагнув розіграти свою карту. Та саме це прагнення врятувало бійців Кривбасу від смерти. Открывається камера, заходить военослужащий ЛНР, или как правильно це називається? ЛНР, мовлянський, заносить две коробки печенья, больші такі. Ми такі удивилися, він такий дуже вежливий. Це вам, єшник. Не успіли скрыти ці коробки, зразу за ним зашли журналисты російського телевидення. Ми зразу зрозуміли, що це красива показательна акція. Ось як обращаються з пленами і укропами. Ну, в цей момент я застопорю взгляд на цей коробки, на якій було написано «Стимул кондитерська фабрика. Город Дніпропетровськ». І така мисля, де б я ще подявив Дніпропетровське печенье, як не в Луганскі в плену. Дмитро. Стоматолог із Харкова. У Кривбас потрапив за власним бажанням. Прибув у Дніпропетровськ і записався добровольцем. Була мирна життя. Затем вже почали розвиватися збиття на востокі України. У мене вже питань не відбувало. Йдти чи ні. 11 мая я зібрав свої речі і поїхав в Дніпропетровськ. Добровольно, в общем-то. Під Іловайськом він вперше потрапив у полон. А виходить, що в Іловайські я пробив з 1 до последнього дня, з 9 августа по 29. Тож виходив в общій колонії. На второму вже обстріле ми група відстала від колонії. Вдруге його взяли під Дебальцевим. Зазвичай тих, хто вже був у полоні, ворог або тримає до останнього, або розстрілює. Дмитрові пощастило. не знаю, кажуть, десять на днів. Після звільно я відповідь я відповідь Одразу і думаєш, єлки-палки, як і не було цього часу. Ярослав Куліда бава Віктор Дмитрович, фаховий військовий. Спочатку відпустив сина на війну, потім зустрів з полону. З другої сторони, як отець, зрозумів, що опасно. З другої сторони, сам бувший офіцер, зрозумів, що погони і чесні, пусті слова. Намагається не показувати, що пережив у лютому 2015-го. Ми сподівались і ввірили, що все буде добре. Юрій, Ярослав і Дмитро повернулися з війни живими. І вже тут, на території, де немає АТО, дізналися, що їх батальйон звинуватили в тому, що здали позиції. Я хотів би побачити цьому людину в очі, просто з ним поговорити, представник сильного полу. Це офіційна позиція Генштабу. А це аерозйомка місцевості, яку боронили Ярослав Куліда, Дмитро Пархоменко та Юрій Брехаря. Чорні плями – це місця зорані снарядами та ракетами. Там, де насмерть стояли бійці батальйону Кривбас. Згодом ті, хто їх звинуватили, їх і нагородили. Ярослава та Юрія про Дмитра забули. Ну, я, мабуть, найголовніший передач в батальйоні, пока, получаюся, рецидивіст. Или, як розумію, спокійно до цього відношусь. Тем більше, що ще не награждені, дуже достойні люди. Зараз награду швидко представляють по смерті. Батальйон, який у повному оточенні тримав позиції 10 днів, втративши під Дебальцевим 23 вбитими, 63 пораненими та понад 90 полоненими, теж досі офіційно не реабілітовано. Ні під 70 людей. Кожен шестой, якщо це максимум. Кожен шестой. Це погибші і, без звістю, пропавші. Якось багато для батальйону трусових предателів. В лютому 2016-го ветеранів Кревбасу нагородили, але без помпи та без поновленого доброго імені батальйону. Таке собі гібридне визнання заслуг. Типове для гібридної війни на Сході України.